Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня я рада представить вам новое видео из рубрики «100 кило кукол. Сравниваем, выбираем, покупаем». В сравнительных обзорах подобного вида я соединяю сразу четыре направления, то есть получение посылки, распаковка, обзор и сравнение. Сегодня уже седьмая серия. Остальные выпуски вы можете посмотреть в плейлисте по кликабельным ссылкам в конце видео. Надеюсь, эта рубрика поможет определиться вам с выбором на ту или иную куклу. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я жду. Нажали? Ну а теперь можно распаковывать эту посылку. Ну и посмотрим, кто же у нас сегодня персонаж. Я уже очень заинтригована. Надеюсь, вы тоже. Ну что ж, первый набор, который я вижу, это сет «Трикослон». Кстати, это первый набор в линейке «Эврафтер», где есть целых три эверяшки. Это «Лизи Хартс», «Хантер Хансмен» и также «Сирис Худ». Что ж, посмотрим дальше. Следующая коробка, которую я вижу в этой посылке, это «Спринкан Спранк» и куколка «Сирис Худ». У нее есть подставка и также кольцо для хозяйки этой куколки. Далее следует серия «Хэтастик Патти» или кто-то говорит «Хэтастик Патти», но я привыкла вот так. Следующая кукла, кстати, она очень масштабная. Мне нравится безумно ее платье. И посмотрите, супер плащ. И это «Сирис Худ», ну или кто-то привык говорить «Черис Худ». Я также вижу одну бюджетную, супер бюджетную куклу из серии «Энчантед Пикник». Да, она простовата, конечно, по сравнению с этими куколками. Как мы можем заметить, такое легкое очень платье для пикника в самый раз. Ну и да, что я еще тут вижу? Я вижу... Базовая кукла «Сирис Худ». Посмотрите на эту детализацию, это просто вау. Просто супер, тащусь от нее безумно. И это третья кукла «Эвер Афтер», открытая в моей коллекции. Так что для меня она особо цена, и я ее очень люблю. Она приклеилась к этой коробке. Ну и это еще не все. До выпуска базовой куклы, как мы можем заметить, она заметно упростилась по сравнению с этой. У нее недокрашены некоторые детальки, что является огромным минусом. Также нет подставки. Ну а далее я поподробнее вам расскажу, в чем же разница между этими куклками. Ну и на самом дне завалялась самая, самая эксклюзивная кукла. Это... Вы не можете себе представить, но это Сирис Вульф с Комикона 2014 года. Самая первая иверяшка, которая представляла, собственно, бренд «Эвер Афтер» на Комиконе. Как вы поняли, в сегодняшнем видео речь пойдет об «Эвер Афтер Хай», а именно о персонаже Сирис или Через Худ. Всего в коллекции «Эвер Афтер» на конец июня 2017 года представлено 7 вишенок. А сейчас, я думаю, для более детального рассмотрения предлагаю достать всех куколок из коробок. Только что распаковали всех куколок, время прошло довольно много, но я так довольна, осталась Сирис Вульф, Комикон, господи, вы посмотрите на этот огромный плащ, он выглядит невероятно богато, и я очень довольна. Ну и остальные девчонки тоже не отстают от нее. Эта девочка вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд, ведь Сирис Худ – дочь красной шапочки и волка-оборотня. По наследству от отца Сирис Худ досталось два волшебных таланта – скорость и острые чувства восприятия. День рождения Сирис Худ – 31 октября. По знаку зодиака она – Скорпион. Как вы можете заметить, кукол я поставила на золотые подставки, так как мне они нравятся больше, но в наборы прилагались либо черные, либо серебряные. Предлагаю начать наше сравнение с обзора на самый первый выпуск Сирис Худ – это база. На данный момент существует Сирис первого выпуска, второго выпуска, третьего выпуска и также куклы после ребута. Новая версия базовой Сирис вышла с менее округлым лицом. Маттел, видимо, решил сделать принцессы менее похожими на колобков. У куклы новой версии изменилась рисовка глаз. Многие детали, например, корзинка, пояс, обувь – не прокрашены. Плюс не хватает колечка. Также браслеты на палец, подставки и расчески. А вместо красивого буклета – картоночка. В общем, складывается впечатление, что кукол обделили аксессуарами для того, чтобы удешевить и сделать побюджетней и доступней. В своей первой сенсации я уже рассказывала разницу между первыми выпусками и первыми волнами. Так что, если вам будет интересно, то обязательно посмотрите. Ссылка будет в конце видео или же внизу в описании. Пишите в комментарии, какой выпуск нравится вам больше всего. В школе Сирис ходит в стильном красном платье в черную клетку, дополненном коричневым поясом. На ее плечах – красивый плащ с большим капюшоном, который позволяет Сирис пробираться незамеченной сквозь тени. Сирис Ход всегда ходит в капюшоне, под ним она вынуждена прятать свои уши. Вот только где у этой куклы уши? Вопрос на засыпку. Что особенно хорошо в кукле – наличие лосин, которые делают эверяшку более детализированной. Не менее качественная или, как сейчас модно говорить, годная кукла – Сирис Ход из второй волны серии Legacy Day. В день наследия она выглядит эффектно. Уверена, многим нравится этот красивый капюшон с оторочкой из пушистого белого меха. Красавица Сирис носит серебристо-серо-фиолетовое платье с асимметричным подолом, который украшен красивым орнаментом. Талию украшает коричневый поясок с серебряной цепочкой, шею – массивное красное колье. Колготки у Сирис красные, а туфельки на тоненьком каблучке – черные. Новый вариант челочки ей невероятно идет. Темно-красные губы, дымчатый мэйк-глаз создают гармоничный ансамбль, который просто замечательно смотрится на ее личике. В общем, макияж и сам образ получился очень удачным. Спринг-анспранг – коллекция из шести кукол, в которой милашка Сирис Ход, конечно же, фигурирует. В этом году чарующий наряд для нее смастерила сама милашка Лизи Хартс. Традиционным для девушки оттенком красного и капюшону добавлены мотивы коллекции – черный цвет, напоминающий о зиме, а также огромное количество цветов. Яркий штрих добавлен и к ее прическе – в ней появилась милая фиолетовая прядка. Голову украшает венок из лесных цветов. В этой коллекции кукла предстает в платье в белую и серую клетку, из-под которого выглядывает еще одно красное одеяние с капюшоном. На ногах героини – белые колготы с ярким цветочным рисунком, а также черные сапожки с украшением в виде белых цветов. В общем, получился немного мрачноватый цветочек. Следующая кукла, о которой мы сегодня поговорим – это Сирис Худ из старенькой коллекции Хэт Тестик Пати. На этот раз очаровательная брюнетка надела с ног шибательный наряд в черно-розовых тонах. Взяла с собой любимую чашечку для чая, не забыв про маленькую элегантную сумочку. Макияж новый Сирис Худ – яркий, но не вычурный, в золотисто-красных оттенках. Он полон шиммера. Конечно, не обошлось без симпатичной шляпки на голове, ведь впереди шляпная вечеринка. Кроме того, свою знаменитую белую прядь Худ окрасила в яркий красный, в тон ко всему наряду. Платье Сирис преимущественно нарядное и красного цвета. Черные только рукава и отделка. Черные ботинки Сирис Худ выполнены в стиле базовой куклы. Они не на каблуке, а на платформе. Самой бюджетной куклой является Сирис Худ из серии Enchanted Picnic, выпущенная в 2015 году. Как всегда, на голову Сирис наброшен капюшон. А традиционное для коллекции зачарованный пикник «Кречатое платье» у Сирис выполнено в оттенках красного. Очень красивые коричневые открытые полусапожки девушки. А ее корзинка для пикника выполнена в виде сумочки с длинным ремешком. В серии «Трикослон» Сирис проявила себя как спортсменка из команды по легкой атлетике, куда она очень мечтала попасть. У Сирис довольно бледный макияж. В прическе Сирис «Трикослон» нет ничего особенного. Длинные коричневые волосы до колен с прямой челкой, в которую вплетены белые прядки. Как и положено, чтобы скрыть волчьи ушки, которых, кстати, у куколки нет, Сирис надел на себя красный капюшон, соединенный с ее фиолетовой кофточкой без рукавов. На кофте нет никаких узоров, за исключением перекрещивающихся фиолетовых линий. Посередине есть герб школы «Эверафтер» в желтой расцветке. На ножках дочери красной шапочки черные леггинсы с золотистой тесемкой сбоку и красные ботиночки с черной шнуровкой. На десерт я оставила комиконовскую куклу 2014 года «Эверафтер Хай» Сирис Вульф. Образ этой девчонки немного мрачноват, что лишь плюс к ее облику волчицы. У нее необычный макияж с полосками на щеках, на губах видны клыки. Пепельные волосы с коричневыми прядями длиной до талии. Волчья маска на голове сделана из пластмассы и пришита к капюшону мантии. Именно эта деталь придает образу Сирис особый шарм и сходство с шаманами. Ушки съемные. И если их снять, мы обнаружим уши обычной Сирис Худ, слегка заостренные. Одета куколка в длинный красный плащ с пушистой опушкой. Асимметричный топ с подолом красного цвета с черным кружевом поверх и брюки в черно-красную клетку. На ногах массивные коричневые сапоги с волчьими головами. Как и браслеты, они украшены пряжками. А волчьи головы точно такие же, как и на ручке сумочки. Из аксессуаров у Сирис есть сумка, шейное украшение, пояс и браслеты на каждой руке. Что касается выбора куклы Сирис Худ на сегодняшний день, все не так уж и плохо. Российский рынок предлагает довольно полный ассортимент серий Сирис Худ. Для сохранения семейного бюджета магазин Бельвикс рекомендует остановить свой взгляд на базовой серии, а именно на довыпуски. Серия Enchanted Picnic, конечно, подойдет для очень маленького возраста будущей хозяйки. И в песочницу, и в бассейн не жалко. Сериям Head Testing Party и Legacy Day дается абсолютный респект и для коллекции, и для создания стоп-моушенов шик, так как в этих двух сериях есть достаточно много дополнительных аксессуаров. С точки зрения финансовой стоимости Сирис Худ из коллекции Spring and Sprank, как вариант, вполне заманчив. И сама Сирис имеет довольно серьезный внешний вид, с наличием дополнительных аксессуаров, как для куклы, так и для будущей хозяйки игрового набора, то есть колечко на пальчик. На мой взгляд, серия Трикослон не является необходимым приобретением для лаверов. Ну, если только завтра не Новый Год, конечно же. Кто ж откажется от большой коробки, видя подарка, да и трех куколок? Касательно Комикона. Сегодняшняя ее цена исключительно для взрослого коллекционера. Взрослые же коллекционеры уже зарабатывают и, соответственно, могут адекватно анализировать свои финансовые поступки, то есть покупать или только желать куколку данного масштаба стоимости. Ну, а для обычной игры магазин Белевикс не советует ее приобретение. Удачи в вашем выборе куколки Сирис Худ. Напишите в комментарии, какая Сирис Худ нравится вам больше, а какая меньше, а также какого персонажа вы хотите видеть в следующем выпуске рубрики 100 кило кукол. Будет интересно узнать ваше мнение. И не забудьте нажать на кнопочку подписаться и колокольчик под видео, чтобы не пропустить мои новинки. Помните, что сразу в конце видео будут кликабельные ссылки на мои другие интересные материалы и плейлисты. Ссылки на мой инстаграм и вк я оставлю в описании, или вы их увидите слева тут. Всех вас очень-очень люблю. До новых видео. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok